Пеларгония Денис Красиво цветущее растение Пеларгония в переводе на латынь Пеларгониум относится к многочисленному семейству гераниевых. В настоящее время классифицировано около 350 разновидностей этого растения. В природе в диком виде Пеларгонии произрастают в виде многолетних травянистых культур, субкулентов и даже кустарников. Среди всего этого обширного цветущего великолепия лидирующее место занимает разобудная красавица Пеларгония Денис. Ее история появления в Европе начинается с далекой Капской местности, что расположилась на юге Африки, где этот красивый цветок встречается. В виде местной растительности. При колонизации этой части света европейцы перевезли растения на европейский континент. Начало популярности растения приходится на 18 век. Впервые оно появилось в Англии, затем им заинтересовались селекционеры Европы и России. Характеристики и особенности. Денис Пеларгония высоко ценится за гармоничное сочетание очаровательного внешнего вида и несложного выращивания. Растения называют эталоном красоты большой разновидности разобудных пеларгоний. В настоящее время эту роскошную цветочную культуру желают развести в своих цветниках и садах тысячи любителей красивых цветов. Существуют даже клубы интернет-форума любителей разобудок, где активно обсуждаются нюансы выращивания пеларгонии Денис. Пеларгония Денис характеристика и описание цветочной культуры. Компактное крепкое растение имеет вид миниатюрного кустика. Листья темно-зеленого цветового оттенка с темной каймой по краям. Бутоны внешне напоминают небольшие махрововые розочки светло-розовые расцветки с более яркой окантовкой нежных лепестков. Соцветия в виде пушистых шапок обильно и равномерно располагаются на длинных цветоножках по всему кустику. Расцветка бутонов очень эффектная с плавными переходами от светлой серединки к более насыщенному оттенку к нижним лепесткам. Плод – семенная коробочка с мелкими семенами. Ближайшими родственниками пеларгонии Денису Тарви являются зональные розобудные сорта, которые объединяют внешнюю схожесть с королевским цветком – розой. Именно этот сорт считается самым эффектным и совершенным. Внешний вид цветка вызывает настоящее восхищение и считается верхом изящной красоты. Глядя на эту необыкновенную красоту, никогда не подумаешь, что эта красавица по большому счету всего лишь герань. Популярные сорта Существует несколько сортов пеларгонии Денис. Все они относятся к категории зональных розобудных пеларгоний. Чтобы понять, чем они различаются между собой, можно ознакомиться с подробным описанием двух самых популярных сортовых растений. Пеларгония Дениси Тарви Пеларгония Дениси и Дениси Тарви Чем отличие Дениса шведского питомника Сатарв представляет собой Небольшое компактное растение, растущее в виде кустика. Обильное цветение с розочками, лепестки которых не раскрываются до конца. Полубутоны нежного розового-лососевого оттенка с широкой каемкой по краю. Денис в селекции Бельгия цветет бутонами в виде миниатюрных розочек, которые раскрываются полностью. В полностью раскрывшемся бутоне посередине видны тычинки. В настоящее время именно эти сорта пеларгоний находятся на пике популярности. Каждый цветовод мечтает вырастить величавую красавицу в своем цветнике. Чтобы приобрести черенок или взрослые растения именно этих сортов и не купить подделку, лучше сделать покупку в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Агротехника выращивания Нежная пеларгония Денис Сатарф требует особого ухода. Цветочную емкость с растением не рекомендуется располагать на солнечных незащищенных местах. Под прямыми солнечными лучами быстро теряется декоративность цветов. Лепестки становятся блеклыми, снижается цветистость растения. И оно имеет нездоровый вид. При выращивании в открытом грунте жаркое солнце не представляет большой угрозой декоративности разибудок. Пеларгония в открытом грунте умеренный полив чуть теплой и мягкой отстоявшейся водой. Следует избегать чрезмерного полива, вызывающего загнивание корневой системы. Растения плохо переносят низкие температуры, поэтому при снижении наружной температуры до плюс 10 градусов в озон с цветами следует убрать с балкона или лоджии при выращивании в открытом грунте накрыть укрывным светопрозрачным материалом. Пересадку производят ранней весной, когда увеличение светового дня вызовет активный рост пеларгонии. В рекомендуемый состав земляной смеси входит дерновая земля, торф, крупнозерновый песок, перлит и перегной. Составные части грунта подготавливают из расчета от 4-2, 1-2-2. Если нет возможности самостоятельно подготовить почвенную смесь, можно отправиться за покупкой в цветочный магазин и приобрести готовый цветочный грунт для пеларгонии с нейтральной кислотностью. Обратите внимание, пересаженный цветочный кустик первое время поливает очень осторожно, стараясь не допустить чрезмерного увлажнения. Сигналом того, что цветочек прижился, будет появление на стебле новых розеток с листиками. Подросшую пеларгонию рекомендуется правильно обрезать, чтобы получился компактный красивый кустик. Слишком длинные побеги укорачивают и оставляют ветки длиной по 10-15 см. Через месяц растение сформируется в симпатичный кустик и будет готова к цветению. Размножение растения Денис пеларгония размножается так же, как и все ее соседки пеларгонии, семенным способом и черенкованием. При высадке семенами нет никакой гарантии, что растение унаследует все характеристики и особенности сорта. По этой причине разебудные пеларгонии размножают исключительно черенками. Начинающие цветоводы часто жалуются на загнивание высаженных черенков. Очень обидно, когда с таким трудом приобретается черенок заветной мечты, красавицы Дениски, а прилагаемые усилия не приносят нужных результатов и растеницы не приживаются. Чтобы не испытать подобного разочарования, можно воспользоваться следующими рекомендациями. Оптимальный срок укоренения растений Наступает в марте и длится до июля месяца. Заготовку черенков производят с взрослого растения. Для этого с полуудревеснившего побега срезается черенок с тремя-пятью парой листиков. Если взять зеленый травянистый побег, то полноценного черенка из него не получится. Черенкование пеларгонии Почвенная смесь для проращивания растения должна быть легкой и воздухопроницаемой, например, торф плюс почвенная. Земля или кокосовый наполнитель, главное, чтобы грунт был с нейтральной кислотностью. Черенки подсушивают на бумаге на открытом воздухе на протяжении 1-2 часов, удаляют нижние листочки и высаживают в грунт, немного заглубляя в землю. Высаженный черенок аккуратно поливают, стараясь не создавать чрезмерной влажности. Воду для полива предварительно отстаивают в течение нескольких часов при комнатной температуре. Емкость с черенками выставляют для укоренения в светлое, хорошо освещенное помещение, например, на подоконник. Ориентировочно через полмесяца черенки обзаведутся первыми тоненькими крышками. Цветок по мере роста периодически подкармливают калинофосфорными комплексными удобрениями. В зимнее время растение немного теряет свою декоративность и практически не цветет. Поэтому лучше всего разебутку оставить до весны в состоянии покоя, редко поливать и не вносить никаких удобрений. Рекомендуемая температура зимнего содержания денизок составляет всего плюс 10-15 градусов. На заметку, в конце февраля растение пеларгонию переносят в более теплое помещение, подкармливают, вскоре кусик начинает активно развиваться. И к середине лета радует своими первыми бутонами. Преимущества и недостатки Пеларгония и Денис являются безусловными фаворитами класса гераниевых и высоко ценятся цветоводами за следующие свои достоинства. Огромные густомахровые розочки нежных персиковых оттенков с розовой окантовкой лепестков. Плотные бутоны с большим количеством лепестков во время цветения собраны в ровную цветочную розетку. В жаркую погоду бутон полностью раскрывается в виде шикарной розы. Растение Денис формируется в небольшой компактный кустик. Разобудная красавица Денис практически не имеет недостатков. Есть только несколько особенностей этого замечательного растения, которые следует учесть при его выращивании. Сорт под жаркими солнечными лучами может изменять свою нежную окраску на более интенсивный насыщенный цвет. В знойную погоду замечено измельчение листьев и уменьшение количества соцветий. Разобудки плохо переносят низкие температуры. Снижение температуры воздуха до плюс 5 градусов для них уже критично. Денисы не любят чрезмерной влажности. Избыток и застой влаги губительно воздействуют на растения и могут вызвать развитие грибковых заболеваний. Пеларгонии Денис невозможно не залубоваться. Прекрасные нежные бутоны восхищают своей изысканной красотой. Если добавить неприхотливость, простоту ухода и содержание, то вполне понятно, почему это красиво цветущее растение пользуется такой бешеной популярностью. 0.0 VOT ARTICLE RATING